Они становятся тоже такими непростыми персонажами, нелегкими на подъем и не очень приятными для коммуникации. Так, как проявлять духовность, что нужно делать, что нужно... А, как проявлять духовность, что нужно делать, что нужно делать. 7.07.81 года. Но вообще в целом, если брать духовность, короче, я сразу всех успокою, не надо ни в какие горы идти, в монастырь или никакой там прятаться. Ну, то есть это не обязательно. Если кто-то пошел, то это нормально, у кого-то такой путь. Вот, не осуждаю никого. Суть какая? Духовность в первую очередь это наши человеческие качества. Это умение не изолироваться от общества и взаимодействия с ним. То есть умение выстраивать качественные отношения и растить свое сознание. То есть реализовывать свои какие-то... Ну, реализовывать идеи, это понятно, это не сюда, не в кассу. Свои точки роста растить. То есть, например, триггеритность, когда там что-то происходит. Когда человек определенным образом себя ведет. Например, что такое привести, к примеру, сейчас. Когда человек говорит не спасибо большое, просто спасибо. Но для него это важность особо не имеет. Для нас капецкая важность это имеет. И нам надо задать себе вопрос, а что это меня триггерит? Почему мне плохо? Почему я плохо себя чувствую? Почему у меня плохое настроение? Почему я в итоге порчу его другим? И надо понять, где у нас какой косяк. Может, детство где-то недохвалили. Или какие-то ожидания лишние. То есть наша задача, наше сознание сделать более автономным. Чтобы внешние факторы, какие-то поведения других людей не выбивало нас из состояния позитивного безмолвия. Ну, адекватности. Эмоции в любом случае будут всегда. Это штука такая, которая никуда не денется. Это... Ну, мы живые существа, мы реагируем. Первая реакция всегда есть. Вопрос в том, как долго эта реакция будет длиться с вами. Как долго она с вами проживет. То есть либо мы эмоции сразу проживаем. То есть злимся, например. Мы себе призываемся. Да, я сейчас злюсь. Выражаем эту эмоцию каким-то образом. Идем подушку побить, поорать в ведро. Я не знаю у кого какие способы. Но самое главное, в себе не задерживаем. Когда мы эти эмоции не задерживаем, мы, соответственно, экономим свою энергию на реализацию своей жизни и не рушим отношения. Это один из пунктов вообще, на самом деле. Нам надо посмотреть, как мы с людьми проявляемся. То есть как мы можем улучшать взаимоотношения с другими людьми. Может, кого-то мы стебем периодически. Может, с кем-то мы избегаем контактов почему-то. Возможно, нам кажется, что мы о человеке заботимся, а мы на самом деле больно ему делаем. Но мы не в курсе. Мы не замечаем этого, потому что нам кажется, что мы уже жертвуем, мы уже что-то делаем для него. Короче, по сути, это, опять же, взращивание своих человеческих качеств. Хороших качеств. Все священные писания, Тора, Коран, Библия, Каббла, Господи, даже Бахавадгита, я выговорила. Все эти писания, они говорят, по сути, об одном и том же. О том, как наше сознание растет. И о том, какой человек, ну, к чему надо стремиться. Какая это добродетель, какая это адекватность. Потому что иногда добро бывает и жестким. Иногда добро бывает и кому-то сложности какие-то создать определенные, чтобы человек получил опыт. То есть это должно быть прям максимальная осознанность. А максимальная осознанность появляется там, где у нас нету пиленые эмоции, нету шорти, которые нам сужают картину мира до состояния Биби Ги. Замри. Я надеюсь, что мне удалось ответить на вопрос. Виктория, благодарю за розочку у вас. Так. Она 30.03.78, потом не та. Ого. Николай. Что-то там интересное произошло. Ладно, ну расскажется, расскажется потом. Да. Так, здравствуйте. 4.04.10, я слышал, что интересная дата. Ночью нет, интересная. 14 лет это всегда интересный переходный период. Четверка, да, две четверки, да. Ну, линия наставника есть. Хорошая линия. Так. 8.9.2. 4.2.3. Редко попадаю на эфир, пишет Николай. Так подпишись в инстаграме. Я в этот вот, в сторис выкладываю периодически, ну прям стараюсь, если честно, в последнее время. Пытаюсь. Сегодня точно выложила таймеры, когда будет эфир. Поэтому... Кристиночка, с Николаем мы знакомы, там свои приколы, свои моменты. Ну, скорее всего, 16, Николай, я уже забыла просто. Но помню точно, что семерка у нас. Такая чё, не заходишь тогда. Вот. Так. Ну, вот как там. Как-то так. Просто сумместность спрашивала. У нас наикраще психолог девятка и семерка. Да нормально. Главное, чтобы эмоции держали в руках. Поняла, поняла. Ну, как это? Надеюсь, что ещё попадать будете. Так, совместимость девять, семь, семь, что? Так, Анна у нас сейчас... Я поняла, про какую технику. Это техника Алексея Капустина. Я по этой технике не считаю. Вот. Я просто другие техники использую. Я не хочу сказать, что она там не работает или что-то с ней не так. Просто у Лёши свои методы. Вот. А так единица и восьмёрка тяжеловато на самом деле может быть. Потому что два сильных характера человека. Два лидера в каком-то смысле. Ну, прям непросто. Тем более, если у вас, Анна, единичка, первое число, то это сложно, короче. И это сложно. Хотя оба человека такие приятные, дружеские отношения, и устраиваются дела. Так, 26-й, 11-й, 89-го, и 5-й, 12-й, 11-й, 4-го. А кто у нас кто? А тут кто мужчина, кто женщина. Да, на сориентируйте, пожалуйста. Ну, надо это понимать просто, что в некоторых случаях, ну, восьмёрка мужчина, это хорошо, например. Ну, прям очень эффективно, очень гармонично получится. Иногда, наоборот, надо понимать. В целом, если тут пятёрка женщины, то всё окей. Если у восьмёрки либиды не бешеные, то взаимодействие будет достаточно таким ровным, если у оба человека в адеквате. Ну, если пятёрка по борьбу не уходит. Она пишет, да, от меня всё убегает. Ну, наверное, надо тут изменять немножечко стратегию взаимодействия, потому что единица энергии бешеная, очень сильная, и, возможно, просто... Ну, не каждый мужчина готов мириться с тем, что он живёт с мужчиной, с ещё одним сильным человеком. То есть идёт борьба. И не все её вывозят. Так. Кристиночка, расскажите, пожалуйста, про меня, 30.04.90, и мужа, 2.03.85. Как не ругаться, найти общее что-то? Ну, вопрос по поводу чего ругаетесь. Вообще, Кристиночка, идите на диагностику ко мне, я вам дам вопрос, я вам самой...